В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгузи Ганшина. Власть в Самаре приблизится к народу. Городские районы могут получить статус муниципальных образований. В каждом будет создан свой совет депутатов. Именно народным избранникам предстоит эффективно решать насущные проблемы жителей, практически знать в лицо каждого. У районов появится и свой бюджет. Создание двухуровневой системы местного самоуправления обсудили на внеочередном заседании общественной палаты Самарской области. Чтобы каждый гражданин мог дотянуться до власти рукой, по такому принципу должна строиться система местного самоуправления. Об этом президент России Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию в декабре 2013 года. А каждый регион должен сам решить, как выстраивать местную власть, чтобы она в наибольшей степени отвечала интересам жителей. В Самаре реформа местного самоуправления вступила во второй этап. Он предполагает, что областная столица станет городским округом с внутригородским делением, а районы получат статус муниципальных образований. Решать реальные проблемы жителей в районах будут советы депутатов. Создание советов депутатов районов позволит обеспечить эффективное взаимодействие с населением. Предполагается, что в советы будут избираться 30 человек, в самых крупных районах города – 40 человек. Будут сформированы более мелкие избирательные округа, что позволит закрепить каждого депутата за сравнительно небольшой территорией. Таким образом, члены районного совета получат возможность узнать каждого избирателя лично, а значит, эффективно представлять его интересы. В обособленных поселках – Зубчининовка, Прибрежный, Береза, Толевой – могут быть созданы местные управы. Оптимизация ждет структуру городской администрации. Количество чиновников сократится, как и число муниципальных предприязей, что позволит сэкономить до 200 миллионов рублей из бюджета. Свой бюджет появится у каждого района. А глав районных администраций будет выбирать конкурсная комиссия из представителей городадминистрации и советов депутатов. Мы можем на самом деле, вот на этом отрезке времени, сформировать структуру, которая отвечает сегодняшнему дню, сегодняшнему состоянию общества, сегодняшнему состоянию наших людей. А дальше, может, со временем будет и дальше совершенствоваться, что-то будет добавляться. И мы хотим сейчас сделать максимально разумный, максимально работающий вариант. Проект реформы обсудили на внеочередном заседании областной общественной палаты, куда пригласили депутатов Губернской и Городской думы. Двухуровневый принцип организации местного самоуправления общественники одобрили. Сравнительные цифры, которые приводились по Самаре и другим городам, говорят о том, что здесь мы что-то увлеклись и слегка обюрократились. Это тоже мешает, вообще говоря, людям напрямую взаимодействовать с властью. Я надеюсь, что вот те изменения, которые обсуждались, они помогут все-таки людям до власти дотянуться. Предстоит много работы над перечнем полномочий, которыми будут наделены районные советы депутатов. Все предложения общественников учтут при доработке закона проекта, который направят на рассмотрение в Губернскую думу. Марина Кравцова, Артем Слайманов, События. Проверить качество продуктов одной из торговых сетей города поручил глава администрации Самара Олег Фурсов Департаменту потребительского рынка и услуг. От жителей начали поступать жалобы на качество фруктов и овощей, которые продаются в магазинах этой торговой сети. Также глава администрации поручил выяснить причины роста цен на продукты. По данным профильного департамента, в течение месяца цены выросли на 10%. Причем в стоимости прибавили продукты российского производства. Хлеб, гречка, картофель, капуста, морковь. Подорожало также растительное масло и сахар. Непонятно мне причины роста цен на нашу продукцию. Если кто-то в этот период хочет заработать побольше, мотивируя тем, что высокие цены позволят сдержать спрос, но это несерьезно. Это просто несерьезно, понимаете. Значит, кроме анализа, я жду предложений конкретных, как вы на эту ситуацию планируете влиять. Сейчас власти в Самаре ищут варианты стабилизации цен на продукты первой необходимости и в самую первую очередь на хлеб. По поручению мэра города Олега Фурсова оперативно было проведено совещание с директорами самарских хлебозаводов. Служащие департамента потреб рынка совместно с производителями вырабатывают план действия, чтобы горожане могли купить главный продукт по доступным ценам, а хлебопеки при этом не работали в убыток. Цены на хлеб только за январь выросли на 10% и более. Среди городов по Волжье это один из самых высоких показателей. Накануне мэр города Олег Фурсов поручил взять ситуацию под контроль, изучить все причины, если они надуманные, принять меры совместно с контролирующими органами. На совещании всех хлебопеки в один голос говорили об удорожании объективным. Сырье идет вверх, накрутки в крупных магазинах. Рост цен на сырье и это проблемы со сбытом. Правильно понимаю? В первую очередь доступ в сети, насколько я понимаю, потому что у нас так или иначе основной масса сбыта все равно идет сейчас через крупные торговые сети. Чтобы на магазинах-полках было больше своего свежеиспеченного хлеба, в ближайшее время запланирована встреча самарских производителей и представителей крупных торговых сетей города. На повестке доступ на прилавки и увеличение объемов своего, а не привозного. Конечно, потребитель чаще переплачивает за транспортные расходы продавцов. Местные пекари уверяют, рост цен на продукцию от них идет минимальный. Такой подход потребует от властей всех уровней не то, чтобы развитие отрасли, мер поддержки существующих производств. То повышение, которое прошло, это же минимальное повышение. Мы вот на сегодня, просчитав уже первый квартал, мы понимаем, что мы идем с убытками. Чтобы хлеб оставался для всех самарцев доступным, а хлебопеки не работали себе в убыток, на совещании обсудили несколько решений. Во-первых, продавать хлеб, что называется, с колес, чтобы не платить за аренду магазинных полок или киосков. Во-вторых, выпекать социальный хлеб. Так называются партии хлебобулочных изделий, при том же качестве, но без торговых наценок. Главное, чтобы самарцы это правильно понимали. Доступные цены – это также вкусно. Когда пишут социальный хлеб, мы тоже в этой позиции были, в это время существовали. Мы выпускали тот же хлеб, хороший, все, мы написали социальный. То есть он дешевый был, обыкновенный наш хлеб. Люди не покупали. Вот когда мы убрали эту вывеску, это менталитет русский, мы не хотим брать подачки, понимаете. И когда мы эти вывески убрали, то этот же хлеб, он идет очень хорошо. Еще одно предложение, сформулированное на совместном совещании, решено обсудить в региональном Минсельхозе. Чтобы не зависеть от цен на муку, в области должен быть резервный фонд зерна, по примеру, соседних областей Республик Поволжья. Другие варианты стабилизации ситуации на продовольственном рынке обсудят уже межведомственной группой. Срок для принятия мер поставлен мэром жесткий. Сегодня о хлебе. На следующей неделе решение должно быть найдено и по другим продуктам. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Ну а пока магазины сегодня все больше напоминают музеи, некоторые действительно ходят туда, как на выставку. Интернет-издания публикуют подборку фотографий с ценниками из российских продуктовых магазинов. И если орехами и креветками по тысяче рублей, может особо не удивишь, то когда видишь на прилавке сыр за три с лишним тысячи, арбуз, правда импортный почти за две тысячи, пшенку за сто, огурцы за триста, уже становятся как-то не по себе. Мало того, что цены зашкаливают, до магазинов еще и добраться непросто. Многие тротуары в Самаре до сих пор не расчищены. Мариана Мирная продолжает составлять свой антирейтинг список несанкционированных катков в областной столице. На этот раз наша съемочная группа дежурила возле центрального автовокзала. Ну что ж, друзья, наша съемочная группа на коньках продолжает свое катание по скользкой Самаре и сегодня мы находимся возле центрального автовокзала, где, как видите, можно наблюдать очень интересную картину. Ну что, переобуваемся и в путь. Да, автовокзал это единственный тротуар от остановки общественного транспорта. Каждый день здесь проходят сотни самарцев и гостей города. Очевидец многочисленных падений, Баба Зина, в этом месте орешками круглый год торгует. Но зимой рассказывает, чтобы добраться до излюбленной торговой точки, нужно очень постараться. Ой, постойте часик. И то сейчас вот что-то, видите, маленько, вчера что-ли посыпали, чуть-чуть, а то каждый второй падал, каждый второй. Люди что говорят, ходят, ругаются? Ну неужели спасибо говорят? Я сама вот, спасибо, ребята меня вот схватили и вывели туда, на дорогу. А не они, значит, я не жалову с переломами. Кто посмелее старается быстрее пробежать по опасной дорожке, держась за воздух. Женщины разработали свой метод, посильнее прижимают ноги к земле. В городе есть такие тропки, которых с большой дороги может и не видно. Но самарцы годами привыкли по ним ходить. Удобно и сокращает расстояние. И как назло, льдом они покрываются чаще остальных. Здесь очень скользко всегда. Всегда скользко. Скользко, люди падают, поскальзывают, все, добавить нечего. Скользко, видать, и так. Если вам приходится ходить на работу по скользкой дорожке, звоните нам по телефону 202-11-22, и мы к вам приедем. Марьяна Мирная, Павел Пресняков, События. Центр Самары должен преобразиться к Чемпионату мира по футболу 2018. Здания, имеющие историческую ценность, будут реставрировать. Пока, по поручению областного Минкульта, который курирует эту работу, город подготовил проектную документацию на шесть зданий. Их фасады и крыши начнут ремонтировать уже в этом году. Всего на территории города 470 объектов культурного наследия, в том числе 53 федерального значения, 417 регионального, а также 427 вновь выявленных. Большинство из них – жилые дома, где кроме муниципалитета, региональных и федеральных ведомств есть и другие собственники. Глава городской администрации Олег Фурсов поручил своим подчиненным договориться с собственниками зданий о софинансировании реставрации фасадов домов. На данный момент Департамент культуры и Департамент строительства получили технические задания по проектированию паспорта на все объекты. В процессе подготовки в областном правительстве находится гостевой маршрут к Чемпионату мира. Именно на этих улицах будут сосредоточены основные работы по восстановлению фасадов. Мэр Самары поручил, не дожидаясь этого документа, начать работу по реставрации памятников, которые точно войдут в перечень. Это касается, например, зданий на улице Куйбышева, Фрунзе, Венцека. Я думаю, нужно двигаться от малого, чтобы хотя бы временной фактор как-то здесь обыграть, устанавливать собственников или со-собственников, договариваться о доле софинансирования при необходимости. Придемил Николаевна Справедливая, заметила, что возможности здесь ограничены, но тем не менее не существует. И начинать, наверное, плановую работу. И к другим темам. 25 лет лишения свободы, 16 из которых в колонии строгого режима, такое наказание назначил Самарский областной суд Михаилу Назарову. Напомню, его обвиняли в похищении, разбое, вовлечении малолетних в занятия проституцией, изнасиловании и двойном убийстве. Всего следственно считало 24 преступных эпизода. Одним из тяжелейших предъявленных ему в числе прочих обвинений стало убийство двух самарских школьниц в июле 2013 года. За все эти преступления гособвинения просил приговорить Назарова к пожизненному заключению, но суд решил иначе. Павел Баймаков тоже остался в недоумении. Тишину в зале судебных заседаний разбавляет плач родственников убитых девочек, а также жен и матерей обвиняемых. На скамье подсудимых пять человек. По данным правоохранителей, все были знакомы с Назаровым и так или иначе принимали участие в ряде преступлений. Пока судья зачитывает приговор, Михаил Назаров прячет глаза. Своей вины он так и не признал. Он не признал своей вины. И он сказал, что единственное, что он сказал в исключительном слове, о том, что он не виноват, не совершал этого. Настоящего убийца на свободе. Вот он сказал. А вы верите в это? Нет. Мы верим в расследование, которое было проведено, которое длилось год. 16-летние школьницы Елизавета Васина и Алена Косарева пропали в ночь на 24 июля. Они ушли из дома втайне от родителей. На Пензенской поймали попутку. Больше в живых никто из родственников девочек не видел. Их тела нашли в земле только спустя две недели, недалеко от спуска к Волге в районе улицы Шмидта в Самаре. Место, где они лежали, указал сам Михаил Назаров и его сообщница Татьяна Галкина, которой на момент совершения преступления было всего 17. На след преступников вышли благодаря другой девушке, которая также чуть не стала их жертвой. В больницу обратилась одна из потерпевших с заявлением о том, что на них было совершено разбойное нападение. При этом был указан адрес. Оперативные сотрудники вместе со следовательностью следственного комитета выехали на место. В ходе было установлено, что в квартире находился Назаров и Галкина. В результате беседы с Галкиной последний указал, что они причастны к совершению убийства несовершеннолетних Косарева Васина. В момент совершения преступления Михаил Назаров находился под подпиской о невыезде. До этого две недели в федеральном розыске за похищение человека. Но привлечь его к уголовной ответственности тогда не удалось. В этот раз обвинение требовало для Назарова пожизненного лишения свободы. Но приговор оказался куда мягче. 25 лет лишения свободы и только 16 из них в колонии строгого режима. Сама совокупность преступлений, особо тяжких, в основном убийства, зверское убийство двух девочек несовершеннолетних давали мне возможность попросить именно пожизненное лишение свободы. Трех других соучастников преступлений приговорили к разным тюремным срокам. Сообщницу Назарова Татьяну Галкину приговорили к 9 годам колонии общего режима. Кроме того, ей и Назарову придется выплатить денежную компенсацию семьям убитых школьниц. Но для родителей, у которых уже почти не осталось слез, деньги вряд ли станут утешением. В отношении девушки, в отношении Назарова, хотели больше вы или нет. Самое главное, я определила для себя, что свою девочку я не верну, зависимо от того, какое бы наказание ему не было предъявлено. Несмотря на это, родители убитых девочек все же собираются обжаловать слишком мягкий, по их мнению, приговор суда. В свою очередь, защита обвиняемых приговором осталась довольна. Павел Баймаков, Максим Гусев, События. Ровно 71 год назад над блокадным Ленинградом грянул январский гром. Наступательная операция советских войск подарила тысячам людей надежду на жизнь. В памятный день ветеранов, переживших блокаду, участвовали и в Самаре. Ученики 175-й школы устроили для них настоящий праздник. С выпускного бала в военную реальность. 18 июня 1941-го Валентина Николаевна Щербакова получила аттестат зрелости, а через 4 дня по радио объявили о нападении Германии на Советский Союз. Ей не было и 18-ти, когда фашисты сомкнули блокадное кольцо вокруг родного Ленинграда. С работой было трудно, рассказывает Валентина Николаевна, но по знакомству ей удалось устроиться монтером на сортировочную станцию. Весть об освобождении города застала ее висящей на столбе, когда молодая девушка, выполняя мужскую работу, чинила динамик. Просто провод один оторвался, и я быстренько его, когда я соединила провод, в это время дежурные менялись. И вот этот дежурный, который пришел, он по радио услышал, что снята блокад. И я вот хочу уже сходить, а дежурный кричит, девчонки, Ленинград освободили. Почти 900 дней жители блокадного Ленинграда прятались от бомбежек и делились друг с другом драгоценными кусками хлеба. Клара Евсеевна Полякова рассказывает, страшные холода и леденящий кровь, звук сирены пережили благодаря взаимовыручке. Вспоминает, когда отец принес домой мясо убитой лошади, соседи в беде не оставили. Разделили добычу между восьмью семьями большой коммунальной квартиры. Эту конину, несмотря на то, что вот был все-таки голод, что у нас семья большая такая была, вот это вот сварили на всю квартиру, эту большую квартиру на нашу, и все это ели. Сегодня в Самарской области проживают порядка 500 жителей и защитников Ленинграда. На торжественную встречу смогли прийти лишь около 70. В честь освобождения города от фашистской блокады ученики 175-й школы устроили для гостей праздничный концерт. Юные самарцы показали, важнейшие события Великой Отечественной войны молодежь помнит и чтит. Тяжелые чувства, особенно то, когда ты знаешь, какими потери произошли, насколько люди страдали. 40-градусные морозы, получая по 125 грамм хлеба, это очень тяжело, но с другой стороны мы очень горды и очень благодарны тем, кто прожил эту блокаду. Завершилась встреча уроками мужества и посещением школьного музея боевой славы под звучным названием «Самарцы в боях за Ленинград». Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самара ГИС». 200 банков могут рухнуть в этом году. Такие выводы сделал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования на основании проведенных стресс-тестов. Представители Центра посчитали, что для преодоления всех проблем им потребуется 900 миллиардов рублей помощи. Кроме того, если Центробанк заморозит ключевую ставку, то поддержка будет нужна еще большему количеству финансовых учреждений. Мне вот все интересно. Банкиры зарабатывают на мизерных ставках и бешеных кредитах огромные деньги. Куда все это только девается? 15 тысяч рублей. Максимальная сумма для анонимной покупки ювелирных изделий. Такое предложение сделал парламентский комитет по финансовому рынку. При покупке ювелирных изделий с использованием персонифицированных средств платежа можно избежать предъявления документов, если сумма покупки не превышает 100 тысяч рублей. Тем не менее, продавцы ювелирной продукции могут попросить предъявить документы при покупке и на меньшие суммы, если у них возникает подозрение, что приобретение делается для легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Боливия и Россия завершают подготовительный период к подписанию соглашения о безвизовых поездках. Вскоре российские туристы смогут посещать эту страну без визы. До настоящего времени туристическая виза в Боливию считалась действительной в течение 30 дней с даты выдачи туристу. При этом путешественник имеет право находиться на территории страны на протяжении 30 дней с момента получения визы. Примечательно, что консульство Боливии не взимает с туристов консульский сбор за оформление визы. Ждем безвизового соглашения с Конго, Заиром и, конечно, с Сомали. Российский фондовый рынок открылся на отрицательной территории. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1615 пунктов. Среди лидеров падения МИЧЛ, РДР Русала, АФК Система, Распадская и Башнефть. Лидеры роста МРСК Центра, Норникель, КамАЗ и ПИК. Торги в Европе и США накануне завершились в плюсе. Ведущие азиатские площадки во вторник утром торговались смешанной динамикой. Ключевым негативным фактором, повлиявшим на открытие торгов на российском рынке акций, стало понижение агентством S&P суверенного кредитного рейтинга России до спекулятивного уровня 2B+, с негативным прогнозом. Курс доллара на 27 января 65,59 рубля, курс евро 73,56 рубля. Золото стоит 2705 рублей за грамм. Серебро стоит 38,44 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 48,05 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах! Дарья Касаткина победила в профессиональном теннисном турнире. Краснодар не интересуется игроком крыльев советов. Самарский журналист займется репутацией Амкара. Воспитанница Тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина стала победительницей профессионального женского теннисного турнира Daytona Beach Women's Pro Tennis Championship. Призовой фонд турнира составляет 25 тысяч долларов. Дарья переиграла испанку Лауру Пустио, американку Лорен Имбри, голландку Инди Деврум, а также Сару Сорибе Стормо из Испании. В финальном поединке Касаткина одержала победу над бельгийкой Элиз Мартенс. Между прочим, все соперницы 17-летней спортсменки сегодня находятся гораздо выше в женском мировом рейтинге. Турнир в Daytona стал уже вторым, который Касаткина отыграла во Флориде. Недели ранее она дошла до полуфинала такого же 25-тысячника в Plantation. На предстоящей неделе Дарья Касаткина заявлена в турнире в городе Sunrise, штат Флорида. Владелец футбольного клуба Краснодар Сергей Голицкий заявил, что клуб не интересуется полузащитником крыльев Денисом Ткачуком. Ранее появилась информация о том, что Краснодар хочет купить Ткачука за полтора миллиона долларов. В январе Ткачук находился на просмотре в Зените, но на второй сбор петербургский клуб его не взял. Позже стало известно, что Ткачук не прилетел и на сбор крыльев. Срок контракта игрока с Самарским клубом истекает в июне 2015 года. Самарский журналист Арнольд Эпштейн займется репутацией пермского футбольного клуба «Амкар». В Пермь журналиста пригласил бывший тренер крыльев советов Гаджи Гаджиев. На новом месте Эпштейн будет отвечать за внешнее позиционирование клуба. Как сообщил исполнительный директор «Амкара» Игорь Резвухин, в данный момент трудового договора с журналистом не заключено. Арнольд Эпштейн является постоянным автором федерального издания «Спортэкспресс», а ранее активно сотрудничал с Самарским футбольным клубом «Крылья Советов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова